С началом войны в Украине появилось понимание Москвы, что начался конфликт с общим Западом. Мы видим увеличение значимости роли ядерного оружия. В моей презентации я собираюсь рассказать о том, что думает по этому поводу Москва, какого рода ограничения существуют, что можно сделать для того, чтобы предотвратить использование ядерного оружия в этом конфликте. Похоже, что сегодня Москва очень опасается американской системы противоракетной обороны. Сам Владимир Путин сказал, что однажды, рано или поздно, у нее будет технологическая возможность противостоять ядерному оружию России. Для того, чтобы избежать и противостоять ПРО США, ведутся определенные действия. Ядерная триада сегодня уже состоит из ракет, которые могут запускаться с суши и с моря. Это также включает в себя специальные шахты, готовые запустить ракеты. И также возможность запуска ракет с воздуха. Если американцы смогут останавливать ядерные боеголовки, летящие из России, то тогда могут возникнуть совершенно другие ситуации. Мы сейчас здесь говорим о Буревестнике и Посейдоне. Его еще называют каньоном в НАТО. И данная система вооружения начала разрабатываться в начале 2000-х годов. Первые известные испытания Буревестника были проведены в 2016 году. А в 2017 году американская разведка обнаружила, что две или три ракеты были потеряны в Баренцевом море. В 2018 году, в марте, Владимир Путин в своем обращении к нации сказал об этом оружии. Именно тогда официально было заявлено о наличии такого оружия в России. Было также сказано о испытаниях Буревестника. И он сказал, что эти испытания были успешными. Вот здесь вы видите, каким образом такая ракета может избежать перехвата ПРО. И здесь вы также видите выступление Владимира Путина за его спиной. Видно, как Буревестник вылетает в направлении Гавайских островов. Во время испытаний именно это рассматривалось как основная цель. 2019 год. Буревестник стал предметом дискуссии во всем мире. Мы увидели, что в Баренцевом море произошел взрыв. И здесь нет ничего особенного, поскольку это является испытательным полигоном. Но новостные агентства через несколько часов опубликовали информацию о том, что по информации от военных из России не проводилось никаких испытаний. Затем мы стали опрашивать жителей местных городов и деревень. И выяснилось, что, видимо, в районе Северодвинска действительно произошел какой-то взрыв. Затем, в тот же день, мы в соцсетях увидели публикации от людей, которые публиковали информацию из счетчиков Гейгера о повышенной радиоактивности, о том, что несколько человек оказались в больнице по результатам инцидента, и кое-кого даже перевезли в Москву, о том, что появились специалисты Росатома на месте взрыва. Таким образом, мы знаем, что затем испытания были переведены на новую землю. Это фотография сентября прошлого года. Мы видим, что большое количество разной активности наблюдалось приблизительно в 60 километрах к югу от того места, которое, как нам известно, имеется испытательный полигон. И мы видим здесь большое количество разной деятельности. В октябре прошлого года Путин опять подтвердил своей речи на Валдае о том, что данное оружие существует, и оно работает, что были проведены успешные испытания. Однако других подтверждений того, что это верно, у нас нет. Кроме слов Путина, никаких других подтверждений тому нет. Я пытаюсь понять, что думают инженеры Росатома. Ваш командующий, диктатор, сообщает всему миру о том, что данное вооружение работает, а вы говорите нет. Мы еще работаем над навигационной системой. Вот что в такой ситуации делать? Звонить Путину и говорить о том, что нет, пока ничего еще не работает? Что делать? Вы продолжаете испытания, вы берете на себя разные риски. И именно на этой стадии мы сегодня находимся, и поэтому это вызывает нашу озабоченность. Еще одна система вооружения, которая находится в разработке, это то, что в 80-х, 90-е годы называли «мертвые руки». Речь идет о том, что после того, как Америка и Россия договорились о сокращении ядерного потенциала, Россия все еще захотела иметь хоть какую-то возможность противостоять США, это Посейдон. Итак, Посейдон запускается из Баренцева моря, и через определенное количество часов она может оказаться на восточном побережье США. Или, как мы позднее узнали, ее также можно запустить из Черноморского флота, с кораблей Черноморского флота, для того, чтобы долететь до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и западного побережья США. Данная система тестировалась только однажды, поскольку ее необходимо тестировать, испытывать только там, где есть большие пространства и мало людей из-за потенциальной угрозы радиологического загрязнения. Таким образом, у нас есть много таких возможных испытательных полигонов. Это, конечно же, в первую очередь Арктика. Здесь, на фотографии, вы видите Северодвинск. Это особое судно, которое принадлежит Министерству военному России. Мы знаем, какого рода оборудование там находится. Академик Александров – это судно, которое привлекает большое внимание общественности, поскольку оно занимается также картированием интернет-кабеля под Северным морем, но также оно используется для испытаний ядерного оружия. Все это мы обнаружили благодаря мониторингу через спутниковые связи. Есть еще один момент, который привлекает внимание. 2019 год, вечер после того, как загорелась подводная лодка на Кольском полуострове, 60 морских миль от побережья Норвегии. Лошарик, 14 человек погибло в пожаре. И вы видите здесь, что эта подводная лодка сейчас ведется судном. Сейчас она находится в Североморске. Самое интересное, и это нас больше всего беспокоит, это то, что находится на подводной лодке. Здесь на самом деле все закрыто, поэтому все очень довольно сложно увидеть. Но вот та часть, которая сейчас закрыта, нас больше всего интересует. Совершенно очевидно, что здесь есть реактор, который, скорее всего, испытывался в море, не так далеко от Норвегии. Именно там, на дне морском, и работала подводная лодка. Мы знаем, что Россия имела конкретные планы по развертыванию данного оружия недалеко от Кольского полуострова в нескольких морских милях от международной границы на морском дне. И если вдруг Россия начнет применять ядерное оружие в глобальном конфликте, то данное оружие могло бы быть использовано. Итак, испытательные площадки. Вот здесь мы видим это на фотографии. И, наконец, хочу привлечь ваше внимание к организации, которая занимается разработкой. Это организация, которая, кроме всего прочего, пытается продавать ядерные технологии по всему миру. Реакторы, технология обработки отработанного топлива. У нас есть курс Вестерос в Норвегии. Там находится небольшая русская православная церковь. Много миллионов шведских крон было потрачено на то, чтобы построили эту церковь. Совсем недалеко она находится от военной установки. И разведка Швеции получила информацию о том, что русская православная церковь имеет тесные связи с ГРУ. И что в том числе ведется работа над ядерными технологиями. А недалеко от Вестероса находится центр Вестерхаус. Вот Варедо, городок, в котором практически нет русских православных среди населения, но там также планировалось строительство русской православной церкви. Посмотрите, 60 метров от границы. И знаете, кто спонсировал или хотел спонсировать строительство церкви? Росатом. И как вы думаете, откуда епископ приехал? Вот здесь стоит епископ. Он является епископом Плесецка и Мирного. И я совершенно не понимаю, что они здесь делают. Но было бы удивительно, если бы это не было связано с ядерными интересами России. Я, честно говоря, не знаю, что здесь местное население будет делать. И последние 30 секунд я хотела бы потратить на то, чтобы привлечь ваше внимание к тем утечкам, которые мы видели в СМИ на прошлой неделе из Конгресса. Мы слышим о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для того, чтобы иметь возможность избавляться от американских спутников. Поэтому мы теперь понимаем, каковы интересы России. Где находятся шпионские спутники? Каким образом разведка США наблюдает за испытаниями? Конечно же, из космоса. В Баренцевом море мы видим несколько таких полигонов. Здесь Баренцево море и скоро космос. То есть все касается именно ядерного оружия и, конечно же, нашей общей ядерной безопасности. Спасибо за внимание. Продолжение следует...